Глядя на Антона Шевелева, спешащего куда-то по улице, трудно поверить в то, что когда-то в его жизни прозвучало страшное слово «ампутация». Под поезд парень попал несколько лет назад, однако сразу решил, что отсутствие ноги не помешает ему жить привычной полноценной жизнью. Первые месяцы я ходил на костырях, потом долгое время с палочкой, и потом через 4 месяца я стал ходить просто как раньше. Искусственную ногу Антон освоил быстро. Специалисты Забайкальского протезно-ортопедического центра свою работу знают. Каждому пациенту подходят с учетом возраста, анатомии, степени активности и других индивидуальных особенностей каждого. Специалисты говорят, что каждая ампутация уникальна, а потому двух одинаковых протезов просто не может быть, а их в центре сделали уже 792. Процесс изготовления занимает несколько дней, от слепка до получения готового изделия. Современные оборудования и материалы, которые заказываются за рубежом, позволяют делать прочные, легкие и удобные в использовании протезы. Все это время пациенты абсолютно бесплатно могут жить в стационаре при центре. Здесь им предоставляются все удобства и трехразовое питание. Тоже бесплатно. Все едут с области за 500 километров. Приедут, проверят, даже с мере до 5, и ждут, сколько расходов. Здесь удобно. Здесь мастером-то ты встречаешься каждый день. Все надо, он все быстро разделает и все. Забайкальский протезно-ортопедический центр продолжает вести своих пациентов и после того, как те отправятся домой с новыми протезами. Его специалисты решают возникающие технические проблемы, помогают с оформлением документов на новые и дополнительные изделия. Например, мало кто из инвалидов знает, что они могут вписать в программу реабилитации такую актуальную летом вещь, как протез для купания. Он очень легкий, косметичный, прочный, простой в использовании. Позволяет пациентам чувствовать себя уверенно и комфортно, занимаясь принятием водных процедур, а также заниматься такими привычными для всех вещами, как плавание, рыбалка. Чтобы вернуться к привычной жизни, одного протеза мало. Учиться ходить – это ведь прежде всего непростая работа. И специалисты центра стараются сделать ее проще. Каждый пациент проходит специальную школу ходьбы. Для Антона поручни не нужны уже давно, да и ступеньки особой сложности не представляют. Ресурс своего протеза он освоил на 200%. Теперь ждет нового. Ну, он с микрокомпьютером будет, он будет с переключаемыми режимами в приложении. То есть я смогу изменять режим, когда я спускаюсь по лестнице, когда мне надо долго стоять, когда мне надо быстро идти или наоборот спокойным шагом. И он будет подстраиваться под скоростью. Антон – живой пример тому, что ампутация – не приговор, и что его возможности вовсе не ограничены. Главное – желание продолжать жить обычной жизнью. Ну, а техническую сторону вопроса с радостью обеспечит Забайкальский протезно-ортопедический центр. Ведь его специалисты помогли уже почти 400 забайкальцам и на достигнутом останавливаться не собираются. Алена Ведерникова, Анна Кулигина, ЗАПТВ.